В минувшие выходные сотрудники органов внутренних дел отмечали свой профессиональный праздник. Но подразделению Госинспекции безопасности дорожного движения было не до праздничных мероприятий. Виной тому стало сразу несколько крупных аварий, произошедших на одном и том же перекрёстке города. Интернет – место, где можно узнать всё обо всём, причём очень быстро. Ленты главных пабликов Славянска-на-Кубани в минувшую субботу пестрили сообщениями о том, что на пересечении улиц Кубанской Победы одна за другой происходили аварии. По версии интернет-пользователей, количество аварий дошло до пяти. Госавтоинспекция зафиксировала меньшее количество. За трое суток у нас на данном участке дороги на пересечении улиц Победы и Кубанская произошло три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых семь человек пострадало. Один из них несовершеннолетний. Некоторые очевидцы, обсуждая увиденное, сетовали на то, что на перекрёстке был отключен светофор. Как нам сообщили в городской администрации, произошло это отключение из-за сбоя контроллера при перепаде напряжения в сети. Неполадки были оперативно устранены. Специалисты подчеркнули, что отключение светофора не могло быть причиной такой аварийности. Это подтверждают и сотрудники ГИБДД. Причину они видят в другом. Отключение светофора здесь не сыграло какой-то большой роли в дорожно-транспортных происшествиях, случившихся на этом месте. Основной причиной является то, что наши водители зачастую забывают, а иногда даже пренебрегают правилами дорожного движения. Действительно, кроме светофора, правила дорожного движения регулируются другими способами. Один из которых – знаки. Их на этом перекрёстке, как и во всём городе, достаточно для того, чтобы разобраться, у кого приоритет в движении. Не всегда достаточно для этого внимания и навыков водителей, которые не замечают знаков или намеренно желают, как говорится, проскочить. На перекрёстке Кубанской и Победы установлено ограничение скорости 40 км в час. Но если судить по автомобилям субботних ДТП, знак 40 водители тоже не заметили. Здесь необходимо всё-таки придерживаться мер безопасности и лучше снизить скорость, снизить меньше, чем предусмотрено, допустим, тем же самым дорожным знаком 40 км в час. Но соблюсти эти требования, и всё будет хорошо. Никто в данном случае не пострадал бы. По счастливому стечению обстоятельств погибших в этих авариях нет, но травмы и стресс, полученные людьми, тоже дорогого стоят. По всем эпизодам будет проведена судмедэкспертиза, и по её результатам виновные понесут либо административное наказание в виде штрафа или лишения права управления автомобилем до уголовной ответственности. Если же, конечно, кому-то будет установлен тяжкий вред здоровью, то, естественно, материал дела уйдёт в следственные органы, где будет возбуждено уголовное дело и в дальнейшем передано в суд. Предусмотрен либо арест, либо условное, но это уже, как говорится, на усмотрение суда. Как слёзы автомобилистов, послучившемуся на несколько метров от перекрёстка рассыпаны осколки лобовых стёкол машин, которые очень спешили, но не успели доехать до места назначения. Слепки их капотов в профиле забора остались немым напоминанием всем участникам дорожного движения о том, что дорога – это не место выяснения, кто главный, а система, требующая чёткого соблюдения правил. Мария Климова, Игорь Ванчугов, программа «События».